Посмотреть внушительные образцы военной техники разных лет, прогуляться по партизанской деревне, посетить главный храм Вооруженных сил России. В парк «Патриот» приезжают со всего Подмосковья. А еще в «Патриоте» базируется настоящий конный театр. С виду может показаться, что это обычная конюшня, но живут здесь совсем не обычные лошади. В отличие от ездовых животных, цирковые кони, а в шоу-представлениях участвуют только особи мужского пола, требуют особого внимания. Лошади-артисты живут по определенному режиму, то есть так как они репетируют утром, выступлением вечером или днем, поэтому нагрузка более серьезная. То есть кормление усиленное, ну и ласка, конечно, и уход. Лошади – большие сладкоежки. Арбузы, морковь и яблоки – любимые угощения. В качестве особого поощрения – кусочек сахара. А вот хлебобулочные изделия им совершенно нельзя. Животное от этого может даже умереть. День в конюшне начинается рано. Кормление, уборка денека, обязательная гигиена, чистка шерсти, расчесывание гривы, расчистка копыт. После всех процедур можно смело отправляться на тренировку. Джигитовка – очень сложное мастерство, которое требует тщательного освоения. Даже малейшая ошибка может стать причиной тяжелого увечья, как для наездника, так и для скакуна. Поэтому все тренировки проходят под контролем опытного наставника. Джигит и конь – неизменные партнеры на манеже. Вот, это самый главный артист, который у нас есть на самом деле. От лошади зависит 90% успеха выступления, любого, неважно, это показательное выступление, это соревнование, от его состояния, от его настроения, от того, насколько он волнуется. В театральном коллективе 15 человек и 7 жеребцов. Самому младшему артисту Таймуразу всего 4 года. Но он уже уверенно скачет по манежу голопом и вместе с папой участвует в представлениях. Ездить верхом мальчик начал с полутора лет. О выборе будущей профессии ребенка вопрос даже не стоит. Я хочу стать дегидом, как папа. Научиться ездить верхом может любой желающий. Главное – уверенность в себе. Лошади очень умные животные. Страх наездника почувствуют сразу и слушаться не будут. Полина Толмачева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...